Николай Стула отлично поработал в Нидерландах. Наш человек летал в Роттердам вместе с футбольной сборной и сделал несколько хороших репортажей для «Беларусь-1». Ну а для родного спорткадра заготовил приятный бонус. Сергей Сафарьян отвечал на острые вопросы, когда еще не знал, что Беларусь не сможет обыграть Люксембург. В последнее время ощущается подъем интереса к национальной сборной. Вы затеяли брендирование и различные акции. Ощущается воодушевление со стороны национальной команды или же кого-то приходится заставлять, что называется, из-под палки что-то делать? Во-первых, у нас никогда в сборной не было что-либо из-под палки. Никаких ни акций, ни мероприятий. Таких, чтобы мы навязывали ребятам, не согласовав или против их воли. Но это не наша философия, не наш метод и не наш принцип. Очень позитивно воспринимают ребят. Особенно первые тренировки, которые прошли открытые, которые вызвали большой интерес у болельщиков, в новом формате прошли. Когда Александр Николаевич Кацкевич пришел и сказал, что у нас обязательно первая тренировка на любом сборе будет открытая и туда будут приглашаться все болельщики. Было бы воспринято как само собой разумеющееся. И очень понравилась новая форма с нашим белорусским орнаментом. Тут несколько мы не рассчитали даже количество маяк, которые надо было изначально заказывать. Сейчас мы испытываем острый дефицит и нехватку того, что мы могли у ЕФА официально приобрести через централизованную поставку. По сравнению с тем спросом, который существует, чтобы это взаимодействие и дальнейшее движение болельщиков и сборной в одном направлении, в совместном, пошло дальше, надо эту задачу будет решать в ближайшее время. Недавно прошли выборы в ЕФА и победил кандидат, которого не поддержала Федерация футбола Беларуси. Как это может отразиться на взаимодействии ЕФА и Беларусской Федерации футбола? Не закроют ли какие-то проекты? Наверное, не все знают. Это не так заметно. Например, мы для стадиона в Борисове перед предыдущей евроквалификацией к чемпионату Европы получили дополнительный транш, который не получали другие ассоциации. То есть мы получили сверх того, вот в силу именно наших отношений и просьбы, которые мы персонально изложили, на наши трудности, была проблема с определенными участками газона на Борисов арене. И практически полмиллиона евро нам выделил финансовый комитет дополнительно по нашей просьбе, чтобы закупить ламповую систему для выращивания травы и уложить вокруг стадиона в Борисове искусственную зону безопасности из искусственной травы. То есть отношения строятся не один день и не с персонально каким-то человеком, и они в большей степени зависят от того, что ассоциация делает, какое движение ассоциация показывает, какие инициативы она генерирует сама. Там ту же Академию футбола, то, что мы создали, в принципе, параллельно пилотному проекту УФА. Наверное, это наиболее важное для оценки работы и для перспектив сотрудничества с Европейским союзом футбольных ассоциаций. Проносим ли еще какие-то ближайшие, скажем так, проекты по линии УФА УФА? Мы буквально пару месяцев назад закончили, наверное, самый масштабный проект за последние годы у нас. Это строительство технического центра. Главное предназначение из центра национальных сборных в большей степени крен произошел в сторону Академии футбола. Это долгосрочный проект, и мы его, пожалуй, тоже завершили с помощью Министерства спорта и туризма. И то, что в Республиканском училище Олимпийского резерва две более старшие группы уже третий и четвертый год функционируют. То есть это такой институт мы создали для наших главных надежд футбольных, которые в возрасте 13-14 лет мы отбираем. И до 17-летнего возраста они будут обучаться футболу, учиться, проживать в наиболее, наверное, приспособленных условиях. Мы таким образом хотим помогать клубам. И, наверное, главный анонс, то, что можно сделать на ближайшее время, ту задачу, которую мы уже говорили, это не то, что не повышать взносы с клубов высшей лиги, 2-го, 3-го дивизиона, а построить работу федерации маркетинговую прежде всего таким образом, чтобы свести к нулю практически заявочные взносы клубов. И стараться клубам оказать поддержку. На это будут ближайшие экономические проекты наши направлены. Понятно, в какое время мы живем, в какое непростое время мы живем. И все-таки что слышно по программе Федерации футбола, что слышно по строительству манежей в каждом областном центре? На этой неделе в Гродно должны были закончить укладку искусственного поля и засыпку его. И я надеюсь, что решение главы государства состоится в ближайшее время и позволит нам начать уже сооружение самого баллона, воздухоопорного сооружения. И по следующему году у нас есть заявка уже от Брестского региона. И есть предложение от одного из клубов города Минска с тем, чтобы начать и завершить в течение одного года создание следующего манежа воздухоопорного в одном из этих регионов. Этот проект пошел, и мы его сворачивать не собираемся. В течение каждого следующего года как минимум один воздухоопорный объект будет появляться. И в заключение расскажите об опыте сотрудничества с Амстердамским Аяксом. Как известно, эти специалисты из этого клуба приезжают к нам и учат наших ребят уму, разуму футбольному. Вот Анатолий Байдачный высказался, дескать, сейчас в Голландии футбол в кризисе. И не стоит перенимать этот опыт. Согласны вы с ним? Ну, я бы не стал смешивать сегодняшнее состояние сборной команды Голландии с той работой, которую проводим мы по воспитанию, по подготовке элитных юношей. Я думаю, что и Анатолий Николаевич бы согласился с тем, что, например, школа Аякса самая успешная в Европе. Если взять количество воспитанников этой школы, играющей в топ-клубах Европы, то равной школы в Европе объективно нет. Наше сотрудничество не значит, что мы слепо копируем систему подготовки. Мы приобрели онлайн-программу. Это значит, что наши тренеры имеют возможность с тренерами-руководителями детско-юношеского направления в Аяксе в онлайн-режиме обмениваться информацией, мнениями. Мы берем знания, но это не значит, что мы должны работать по их программе, не учитывая свою специфику или свое какое-то видение развития. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть куратор из УИФА. Его видение отличается от видения Аякса. Поэтому нам кажется, что получая возможность и не обязывая наших тренеров слепо копировать тот или иной путь развития, путь подготовки юного футболиста, мы даем возможность своим молодым перспективным тренерам, учитывая опыт, знания, генерировать что-то свое и готовить. Знаете, я не хочу показаться ворчаном, но несмотря на то, что в Беларуси улучшается футбольная инфраструктура, у нас перестали появляться самобытные футболисты. Они все какие-то усредненные, не хочется говорить, посредственные. Почему так? Действительно, индивидуальных игроков, выделяющихся игроков, немного в последнее время. Или они появляются, но потом на каком-то этапе растворяются. На мой взгляд, это мое субъективное мнение, у нас есть достаточно серьезный пробел. Я имею в виду систему соревнований, систему оценки работы детских тренеров. Мне кажется, если мы ее не поменяем в ближайшее время, то не будет у нас индивидуальностей. Что я имею в виду? Оценка работы детского тренера поставлена в зависимости от результата. Эта практика, наверное, не самая лучшая. И на сегодняшний день она все менее встречается в тех же странах, с которыми мы конкурируем. Во многих странах до 12-14 лет нет лиговых соревнований среди детей. В то время, когда детей надо учить технике футбола индивидуальным качеством, играть один в один, как правильно становить мяч, как сделать хорошую передачу, как правильно сыграть головой. У нас в это время во главу угла ставятся командные взаимодействия. Командным взаимодействием можно научить игрока и в 18 лет, если он технически оснащен, если он индивидуально силен. Поэтому мы будем входить с такими предложениями и, наверное, в Министерство спорта. И сами уже свои оценки стараемся изменить для именно понимания результата работы тренера. Если тренер подготовил игрока, который индивидуально силен, и он привлекается в сборную, то это лучший результат, нежели за счет того, что кричит тренер. Тренер, родители, которые окружили этих детей, не дают им толком сыграть. И самые главные тренеры, там мамы, как правило, они громче всех кричат, что должен сделать ребенок. И иногда этих детей со стороны жалко, потому что одновременно 5-6 криков, иногда противоположные, что он должен сделать. Отдать пас, бежать вперед или ударить поворотом. Вот когда мы от этого избавимся, и когда будет ребенок расти индивидуально, то тогда и появятся индивидуальные игроки, которых нам сейчас не хватает.